Каролина Каролина Может быть, укороченные и могут принести желаемый эффект. Во всяком случае, Маша будет вызывать соперницу к сетке, а там искать варианты для обводки. Потому что эту же стену надо каким-то образом прошибать. Если не силой, то надо умом. А Каролин Возняцкий – это идеальная стена. Пока рассыпается, на глазах рассыпается вся игра ошараповая. Она не знает, что делать. Вы знаете, это ничего не говорит. Ни о чем не говорит. Конечно, можно найти себя, можно наладить игру. И можно найти по ходу матча противоядие против того, что противопоставляет тебе соперница. Вот, например, на параллельном корте имени Луиса Аймстронга играет Кай Канепи против Янин Викмайер. Первую партию Канепи проиграла в чистую 0-6. Без шанса на успех. Без каких-либо надежд. Второй сет. Видимо, долго искала варианты, долго искала свою собственную игру. После победы над Янкович это было, наверное, непросто. Устала Кая. И выиграла на тайбрейке. А сейчас в третьем сете ведет 4-0. Уже совсем другая картина. Прямо в противоположную сторону крутится счет. Вот это подача. Ждала-ждала, но, наконец, дождалась Маша. Вернее, собирала движение буквально по крупицам и собрала. На 0-40 был счет. И вот сейчас уже равный счет. Два раза Каролин только едва дотронулась до мяча. И третий раз. Подача сильная, мощная и снова не справляется Возняцки с ней. И, наконец, еще одна ошибка. Вот вдруг неожиданно начиналась-то сбоить игра Возняцки. Ну, чем это вызвано? Может быть, Маша чуть усилила. Скорость посильнее получилась. Видите, уже 103 мили в час. Так все время было где-то 90. А может быть, и возможности такой вот предельной концентрации тоже не безграничны у Возняцки. Сейчас мы посмотрим, как будет дальше. Опять ошибка. Ноль пятнадцать. Лав-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, ну, нельзя сейчас. В тот момент, когда Возняцки чуть начинает нервничать, нельзя позволять себе ошибаться. По пятнадцать. Вот и первая подача не получилась у Каролин. Отлично против хода поймала ее Маша. У Каролин сейчас 80% попадания первого мяча. То есть идеальное просто попадание. Я даже не припомню, когда она подавала со второго мяча, вот кроме последнего удара. А сейчас начинается небольшой сбой. Вот видите, первая двойная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Ну, обидно. Искала варианты, Маша, для того, чтобы изо всех сил забить, забить, забить. 30-40. Ну, вот сейчас нельзя было так выполнять, так небрежно распоряжаться своим преимуществом. Ну, мы знаем, что Шарапова в своем теннисе всегда рискует, а риск всегда связан с опасностью. Аут. Но Маша не стала ждать, вылетит мяч от предела корта или нет, а решила нанести сокрушающий удар в середине площадки. И снова меньше. Она почувствовала, что эти нервы совсем не канаты у этой прелестной датской девушки. Ну, старапица сама захлебывается в собственном темпе. Проверить решила Каролин. На самом деле были сомнения. Все как надо. Все как надо. И снова... Маша брейкпоинт. И снова срывает. Увлекаясь атакой. И, может быть, чуть-чуть переключив внимание на ту точку, куда она собиралась сейчас отправить мяч. Маладец. Маладец. Она торопилась идти на добивание и чуть остановила себя, как бы, сдерживая свой темперамент для того, чтобы не спешить и сделать это наверняка. Ещё один брейкпоинт. Прекрасная подача, ничего не скажешь. Переиграть, переиграть. Тоже сомнительный был удар. Сомнительный, но всё-таки зацепил линию сейчас у Возняцки этот удар. Снова ровно. Не получился приём у Маши. И после... Она решила проверить, но мы видели, мне кажется, что мяч не попал в корт. Зацепил. Подумайте, зацепил. Вот это да. Издалека почувствовала Маша, что судья ошибся. Она ведь на противоположной стороне. А Каролина, видимо, видела, что мяч зацепил площадку, потому что она встала уже, готовясь подавать в первый квадрат. Молодец. Из последних сил сопротивлялась сейчас Каролина, но всё-таки есть мячи, которые вне поля досягаемости. Всё. Добила. Достигла своего...